Согласно отчетам ООН, в 2001-2013 годах основными поставщиками арт-систем вооруженных сил Азербайджана были Россия, Украина, Белоруссия, Турция, Израиль, Болгария и Босния и Герцеговина. Насчет Боснии и Герцеговины, это страна, через которую Азербайджан приобретал оружие производства третьих стран. Каких я вам позже скажу. В указанном году, в 2001-2013 году, Азербайджан закупил 500 единиц арт-систем в Российской Федерации, 298 единиц в Украине, 132 единицы в Белоруссии, более 60 единиц в Турции, 50 в Израиле, 36 в Болгарии и 10 в Боснии и Герцеговине. Вот эти вот 36 в Болгарии и 10 единиц в Боснии и Герцеговине, это на самом деле 130-мм гаубица М46 в первом случае, и во втором случае это 10 единиц хорватских 128-мм реактивных систем РАК-12. Я, честно говоря, посмотрел в интернете, это все тоже советская реактивная система хорватской доработки, и особыми какими-то тактико-техническими характеристиками не отличается. Но тут очень важный момент, понимаете, мы говорим о годах, предшествующих еще апрельской войне 2016 года. Все, что мы обсуждаем, оно не происходило на Луне, не происходило изолировано от геополитики, от внешнеполитических каких-то процессов, событий и так далее. В те годы Азербайджану было очень сложно приобретать вооружение. Очень сложно, от слова очень сложно, действительно. И это сейчас нам испанцы предлагают радары, французы предлагают системы ПВО, мы еще и отказываемся, понимаете. Тогда все было совсем по-другому. И Азербайджан готов был приобретать что угодно, где угодно. Так что, если вы зайдете и почитаете про этот вот РАК хорватский, пусть вас это не удивляет. Тут сделаем небольшую остановку. Я понимаю, что все, что я сейчас перечислил, Азербайджан не получал бесплатно. Мы покупали это. Но, когда я перечислял, не знаю, обратили вы внимание или нет, украинцы, наверное, точно обратили внимание. На втором месте по импорту арт-систем в первом-тринадцатом годах азербайджанскими вооруженными силами после России 500 единиц стоит Украина, 298 единиц. То есть, в указанные годы, когда Азербайджану было очень тяжело приобретать серьезные системы вооружений, Украина стояла на втором месте по поставкам арт-систем в Азербайджан. Согласно отчетам ООН, Азербайджан также купил у Украины 127 единиц 122-мм гаубиц Д-30, 85 единиц 120-мм минометов ПН-38, 54 единицы самокодных гаубиц Гвоздика, 24 единицы РСЗО, об этом позже, 16 единиц Акаций и 3 единицы оперативно-тактических ракетных комплексов Точка-У. Тут очень важный момент. Те смерчи, которые азербайджанская страна покупала у Украины, в том числе и у России, они отличались от базовых тактико-технических характеристик очень серьезно. Например, дальностью поражения до 120 км. Это намного превосходит, там есть, я не ошибаюсь, стандартно смерч, по-моему, до 90 км, что-то такое.